Ну что, друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу, какую страну выбрать в качестве трамплина с целью простроения своего алгоритма иммиграции на территорию США, Канады или Европы. Ну что, интересно? Тогда смотри следующее видео. Так, шляпка была интригующим элементом в этом видео, ну а теперь давайте перейдем к делу. Речь, конечно, идет о тех гражданах, процесс оформления виз, который довольно-таки усложнен. С недавних пор в эту категорию попали граждане Российской Федерации. Также можно сказать о сложности получения виз и видов на жительство для граждан Средней Азии. Это могут быть граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и другие. Поэтому я расскажу сейчас вам о тех доступных вариантах, которые имеют. Вам остается сделать вывод, какой же вариант подойдет конкретно вашей ситуации. Здесь будет, конечно, два фактора. Это скорость и бюджет. Итак, если мы будем говорить о странах постсоветского пространства, когда зачастую, например, граждане Российской Федерации выбирают приехать в какую-то из стран постсоветского пространства, оформить там вид на жительство и продолжить свой дальнейший путь. С какими сложностями они сталкиваются? К таким странам относятся Казахстан, Кыргызстан, Армения, Монголия в том числе. Азербайджан, к сожалению, очень сложно оформить вид на жительство. Грузия тоже есть определенные нюансы. Таджикистан в том числе использует наш клиент. Но вернемся к сложностям. К сожалению, в этих странах, если говорить о возможности дальнейшего переезда на территорию Европы, очень и очень усложнен. О чем именно, расскажу в следующем видео. Усложнена процедура подачи на национальные туристические визы на территорию Европы во всех странах постсоветского пространства, а именно тем, что в первую очередь посольства отдают приоритет гражданам непосредственно их стран, а тех, у кого сидит на жительство, отодвигают на второй план. Также посольства и визовые центры выдвигают дополнительные требования по проживанию в конкретной стране, то есть, например, если у тебя есть вид на жительство, ты должен прожить не менее полугода, а также иметь документы, подтверждающие работу на территории конкретной страны. То есть, если сотрудник является удаленщиком, тут не всегда может ему подойти этот вариант. Многие-многие другие нюансы. То есть, сроки оформления национальной или туристической визы с территории стран постсоветского пространства существенно растягиваются на довольно-таки длительный период. Если мы берем США или Канаду, здесь ситуация идет немножко в другом русле, а именно ни у США, ни у Канады нет конкретной привязки к виду на жительство, поэтому даже без вида на жительство вы можете подаваться на визу в США или в Канаду с любой территории. Поэтому, если у вас есть вид на жительство в Казахстане или в других перечисленных странах, да, вы можете пойти и податься. В ряде случаев собеседование даже будет на русском языке, если собеседование на визу вообще предусмотрено. Поэтому все, о чем мы здесь говорим, это входит непосредственно в визовую стратегию, которую мы формируем персонально для наших клиентов, где соизмеряем сроки, риски и стоимость для того, чтобы наш клиент непосредственно достиг своей цели. Ну что, давайте теперь поговорим о странах, где граждане постсоветского пространства, россияне, казахи, граждане Таджикистана, Узбекистана и не только, могут оформить себе вид на жительство и при его наличии продолжить свой иммиграционный путь. Итак, смотрите, какие страны я бы выделила в отдельную категорию. В первую очередь это, конечно же, Сербия. В большинстве постсоветских стран она имеет безвизовый въезд и в последующем несложную процедуру оформления вида на жительство. Второе место я бы отдала Черногории, которая имеет плюс-минус аналогичные условия по пакету документов и также стоимости. Завершит наш рейтинг это Турция, но сразу отмечу, что я не рекомендовала бы использовать Турцию в качестве трамплина. Поскольку Турция сейчас просто переполнена иммигрантами, которые так и просятся во все посольства европейских стран и, к сожалению, получают всё больше и больше отказов в приёме на национальные визы и туристические. Турции, говорю сейчас именно про европейские страны, опять же, там США и Канады это не относится, потому что для них вообще вид на жительство не нужен. Но если мы говорим про Европу, то с Турции очень и очень сложно попасть в Европу, просто не записаться на подачу. Конечно же, у кого-то это получается, но это при вот прям очень таких существенных усилиях. Я бы отнесла, наверное, к положительным странам, где стоит оформить долгосрочное резиденство, не вид на жительство именно резиденство. Это Таиланд. С Таиланда есть возможность подачи на национальную визу, например, полон бизнес-харбор, достаточное количество свободных мест. При этом стоит учитывать такие факторы, что вам потребуется не туристический статус, а как минимум студенческий. А для того, чтобы стать студентом, вам потребуется поступить на обучение, оплатить это обучение, получить заветный документ и после этого иметь возможность подачи на национальную или туристическую визу. Так вот, чтобы из всего этого спектра стран выбрать наиболее подходящий для вас вариант, очень важно учитывать стоимость билета в конкретную страну, стоимость оформления вида на жительство, дополнительные расходы, переводы документов. Если это обучение, то стоимость самого обучения, сроки ожидания и так далее. Поскольку зачастую клиенты выбирают очень невыгодный для себя вариант, когда на первый взгляд он кажется для них подходящим, кажется, что я приеду в страну, подам заявку и так далее. Но заявители сталкиваются с тем, что на этапе оформления данного вида на жительство вытекают новые и новые обстоятельства, это сроки и, конечно же, финансы, и в том числе перелеты, да, потому что, ну, зачастую перелеты могут быть очень дорогие, потому что, например, страны Латинской Америки, я сейчас вообще не привожу в пример, потому что билеты в Латинскую Америку порой и превышают стоимость там оформления самого вида на жительство, поэтому это может быть невыгодно. Поэтому, друзья, мы профессионально занимаемся тем, что подбираем стратегию персональную под критерией наших заявителей, с максимально выгодными для них условиями, а выгода заключается в стоимости, в сроках и других нюансах, которые сам заявитель может просто и не знать.